всем здравствуйте с особым мнением в студиях москвы телеканала артвия сегодня политик координатор левого фронта сергей удальцов приветствую вас да добрый вечер и алексей нарышкин про пенсионную реформу давайте поговорим о второе чтение сегодня прошел законопроект а у вас я прочитал в телеграм-канале что вы собираетесь к совету федерации эти послушайте я вот у вас сейчас немножко пролечу осень осень на дворе уже холодно люди меняют одежду отказываются уже от такого легкого некоторые даже надевают зимнее пальто реформу не остановить останьтесь дома иначе отморозите себе что-нибудь это я передаю вам а вы передайте соратник ну кроме шуток это хороший юмор я ценю во-первых я рад что сегодня все-таки до эфира добрался вот в августе я к вам собрался и вернулся домой через 31 день такая популярность уеха что полиция просто вылавливает всех кто идет на эфир вот ну пока еще не всех да ну кроме шуток действительно рад что касается пенсионной реформы вы знаете в целом у меня такое ощущение что мы наблюдаем сейчас начало конца вот этой путинской эпохи может быть самое начало но конец уже не за горами потому что явно за последние месяцы произошла какая-то разбалансировка всей этой системы нельзя сказать что она была очень монолитно очень прочна но все-таки было ощущение что какой-то запас прочности там имеется сейчас стремительно стремительно мы соблюдаем как перестают работать механизмы которые раньше эта система всегда пользу например например пенсионная реформа которую в июне месяце внесли в общественное пространство под прикрытием чемпионата мира вызвала серьезный протест я думаю власти все-таки не рассчитывали да это не миллионы были на улицах но по совокупности три волны прошло ну даже больше да там еще и навальный призывал выходить еще какие-то были акции либертарианцы выходили то есть прошло несколько волн связанных с этой пенсионной реформой по совокупности ну наверное там тот же миллион наверное собрался если все эти волны взять я конечно всегда мечтаю о том чтобы разово миллион собрался но доживем мы до этого я думаю если такими предполагаю когда согласованы разумеется может быть в холодное время ну пальто оденем нормально не отморозим ничего себе не отморозим вот поэтому три волны четыре даже там с половиной волны прошло мне кажется власти не рассчитывали что будет такая активность все-таки людей за дело людей за дело как и в двенадцатом году ведь тогда мне кажется почему такие были массовые акции после фальсификации на выборах ну разве это были первые выборы грязные нет не первые но тот формат когда вот эта рокировочка произошла вы помните да путин медведев цинично просто людям показали что вам на вас то плевать мы давно все это порешили там поменяться ролями а для вас такую интригу разыгрывали и многих это задело и когда еще прошли эти фальсификации народ пошел на улицу да то есть это было серьезное массовое тогда протестное движение сейчас я думаю то же самое произошло потому что как эта реформа была подана как она была аргументирована властями на мой взгляд это просто неуважение к людям никакой внятной аргументации людям стали рассказывать как они хорошо живут как они долго живут что 30 лет это еще детство 60 лет это уже чуть ли так сказать не молодости вообще все хорошо и прекрасно ну у людей такой диссонанс возник с реальностью и когда еще президент путин на котором многие до сих пор надеются как на защитника отца родного там спасителя так сказать ангела-хранителя как угодно можно назвать когда и он вписался ну сначала он так стыдливо как-то отмалчивался было ощущение что может быть все-таки отец родной сейчас защитит ну ничего подобного за эту реформу вписался то вообще разочарование разочарование нет на митингах стало народу меньше вы знаете но не спорте с фактами я вам ничего не доказываю я реально оцениваю ситуацию я не верю что стали миллионы выходить но у людей накапливается разочарование и я говорю начало конца я чувствую вот этот потенциал поэтому ведь задача оппозиции вот тут немножко меня так сказать как сказать пролечили да про эти митинги осенние дело не от сезона зависит да бывали случаи и зимой люди выходили и в жару и когда угодно оппозиция должна формировать повестку дня предлагать людям по крайней мере какие-то действия а люди уже сами решают да если это вот очень хорошее зажигает я за это хочу зацепить если их зажигает и сама оппозиции там и лидеры главная тема то люди придут в крайнем случае они без всяких лидеров придут мы должны создавать повестку я считаю я считаю сергей спензо сейчас прошу прощения он мне помогает с вопросами лидера оппозиции удальцову есть что предложить кроме улицы вот та повестка о которой вы говорите тут на улице выходить да сейчас я к этому подойду плавно да поэтому я не вижу ничего здесь такого неадекватного и неразумного то есть уличная повестка она важна в сегодняшней россии когда другие инструменты влияния на власть будь то выборы будь то суды будь то средства массовой информации или вообще не работают или работают точно так сказать слабенько улица остается серьезным фактом поэтому ее сбрасывается счетов ведь смотрите сейчас я месяц посидел таскать 31 день даже да посидел именно в тюрьме не посидел как это в школе проходили там посидел от старости да и посидел на лавочку я посидел в камере поголодал да навальный сейчас сидит да там уж с навальным не во всем сходимся но это тоже все из-за улиц за другие вещи то особо не сажают то есть власть опасается этого поэтому прилагать улицу это сегодня нормально мы не только улицу предлагаем заметьте мы на все выборы шли с нашими кандидатами там на президентских выборах груденина предлагали он определенной поддержкой пользовался на московских выборах своего кандидата мы не отрицаем диалог с властью мы не отрицаем участие в выборах но стоит из стороны нету отдачи нормальный поэтому улица все равно остается в приоритете так что в этом здесь никакой кромола нет но я закончу мысль про вот это начало конца понимаете 9 сентября власть получила плевок ведь были включены все те же механизмы на всех выборах они были такие же грязные такие же не конкурент на всех на всех во всех регионах я понимаю 9 числа вы еще сидели нет у меня есть информация я уже в москве то уж точно наверное были а вот не конкурентные выборы были не равноправные абсолютно но в москве мы тоже прекрасно знаем если вы голосовали за сергей семёнович собирая я не хочу вас обидеть да но это у вас своя позиция у меня своя конкурентной среды все-таки не было сергей семёнович доминировал вот наш кандидат который мы поддержали кумин подал даже иск снять его с выборов из-за того что абсолютно неравенство возможностей то есть сергей семёнович царил во всех там газетах районных в эфирах как действующий мэр в отпуск не ушел вся эта старая песня о главном как говорится то есть при неравенстве возможности при административном ресурсе при фальсификациях в ряде регионов москву мы сейчас не берем да здесь есть запас прочности здесь есть большие деньги оппозиции наверное все таки не удалось консолидироваться и выдвину какого-то общего кандидата было распыление сил но к сожалению это факт хотя наш кандидат был достойный но скажем так мало был известен москвичам и там три месяца тратили чтобы его немножко раскрутить ну вот так сложилось это было вот такая реальность то есть но это просчет нет это нельзя назвать просчет если потратили три месяца на то что это просто раскрутить это действие в той ситуации когда какие-то кандидаты другие возможные не готовы были идти какие-то не могли пройти фильтр то есть там была сложная конфигурация давайте будем откровенно фильтр в москве это такая индульгенция дюганова могли поставить могли поставить мельникова могли поставить рашкина мы проводили праймерис те кто хотел участвовать в выборах мэра москвы тот как-то обозначился там дюганов таких намерений обозначал поэтому насильно тут заставлять не надо поэтому это лучше вопрос задавать нам представительным кпф мы имели то что имели выступили не так плохо но мы отвлечемся от москвы я же какой мы уже от всего отвлеклись мы же какой мы хотел я донести да в ряде регионов власть провалилась приморье хакасия владимирской области хабаровский край в ряде регионов только за счет того что конкурентов сняли с гонки за счет фильтра там кандидаты от власти с такими результатами там 52-53 процент таких несколько было регионов это о чем говорит что старые технологии перестали работать и про и провалились кандидаты которых как правило поддерживал лично путь вот что характерно ведь это святое было для системы если сам президент за что-то вписался что-то поддержал кого-то значит выдвинул ну это все это уже гарантии успех здесь впервые за долгие долгие годы ни в одном регионе где-то вдруг случайно сбой мы видим системный сбой продолжим власть власть в панике в панике вас нервничает но я боюсь она будет делать неправильные выводы как всегда предпочтет пути репрессии до добра это не доведет сергей удальцов в нашем эфире мы продолжим после перерыва нет мы зафиксируем после перерыва темы программа особое мнение продолжается политика сергей удальцов в нашей студии у нас трансляция идет на канале эхо москвы в ютюбе я правильно вас понял что вы верите в то что это оппозиция такая сильная и она в частности лдпр да она проявила себя в тех регионах где прошел прошли вторые туры выборов минувший воскресенье то есть это не некая многоходовочка нет я не думаю это уже слишком такая глубокая конспирология что это многоходовочка зачем единая россия с кем-то делиться за последние годы часто они с кем-то делились да бывали случаи когда отдельные регионы расписывали вот каждой партии там по чуть-чуть там один-два регионов лдпр был регион он и сейчас там смоленской области остается кпр был орловской области но это другой совершенно случай я считаю что здесь совпали несколько факторов во-первых самую спокойность власти после президентских выборов у них явно было чувство легкой эйфории а может быть и тяжелой эйфории отрыв от реальности и того же путина я думаю вот эти наши либеральные министры капиталисты как я их называю прокачали пролечили вот как вы меня пролечивать они его пролечили что вот самый подходящий момент ведь пенсионном фонде дыра ведь давайте начнем с этого почему эта реформа еще возмущает многих людей которые хоть немножко ну разбираются в ситуации когда нам рассказывают сказки что вот теперь значит мало у нас этих работающих и они не могут прокормить стариков извините сейчас не 19 век сейчас один человек может 20 человек прокормить такие технологии что не обязательно дано каждого этого пенсионера одного работающего это уже 21 век у нас на дворе а дело в том что пенсионном фонде дыра и вот эти независимые пенсионные фонды они вообще там разворованы да они уже заморожены давно а 19 год надо же все это выплачивать и по сути дела у власти встал вопрос ребром или надо признавать свои ошибки признавать что разворовали в офшоры вывели там некоторые персонажи типа минца уже там где-то в лондоне проживает как их оттуда достать это не у власти видимо нет понимания и механизмов или там уже договоренности определенные кто-то с кем-то поделился это отдельный разговор явно тут коррупционные составляющие тоже присутствует значит что делать признавать свои ошибки но нельзя это будет бить по имиджу давайте мы залезем в карман населения но подадим это так что как бы это еще во благо населения еще сошлемся на европейский опыт на американский опять же не многочисленные протестные акции которые в том числе организуют левые силы вы думаете показали что народу в принципе алексей ну хорошо я рад что вас такое мнение но я думаю многие молчаны которые пока никуда не уходят далеко не в восторге тоже от этой реформы это дело времени дело времени негатив накапливается людей поэтому отрыв от реальности был путина убедили самое время футбол жара лето все хоккей там все нормально все будет окей просчитались просчитались да не такой вал недовольства что да уже люди вышли там то среда его и восстала вся россия но за последнее время очень сильные акции при том что консолидации не получилось к сожалению или как уж не знаю к счастью наверно к сожалению либеральные силы и там и к навальным мы обращались и прочим все-таки они дистанцировались они свою повестку формировали да тоже по пенсионной реформе но это мне очень не понравилось потому что тема то общее и здесь вот самое было прекрасное пространство для взаимодействия но пока на амбиции слишком сильны может быть какие другие установки они явно вели такую сепаратную линию и даже 9 сентября когда можно было подключиться и по принципу за любого кандидата кроме единой россии прокачать эту тему если бы еще и ресурсы нашей либеральные позиции подключить хотя бы информационный пропагандистский то единой россии провалили к чему либеральные право Кто у либеральной оппозиции рупор? Более лояльные СМИ. Мы знаем там всякие. Даже, я не хочу эхо Москвы назвать либеральным средством массовой информации. Но все-таки немножко крен в эту сторону есть. У нас Кумин появлялся. Нет, я без осуждения. Крен, я не говорю, что чисто. Легкий крен. Ну, это нормально. Полностью независимых СМИ на самом деле не бывает. То есть либеральные СМИ могли бы сплотиться вокруг красного кандидата. Не важно, что убеждение. Эхо Москвы, очень уважаемая радиостанция. Но есть факты. Крен. Я же не осуждаю. Это нормально. Вот есть газета там «Советская Россия». У нее левый крен. Да, она там либеральную оппозицию не очень приветствует. Ну, это плохо или хорошо, но это факт. Эхо Москвы, кстати, очень лояльно себя ведет. И я тут часто бываю. Поэтому я просто преклоняюсь. Если доходите до студии. Если доходите. Так вот. Нет, я не говорю, что именно там кандидаты от КПРФ. Вот вспомните, 2011 год. Когда тот же Навальный, у него часто позиция меняется. И меня это тоже порой странно все это наблюдать. И не только он, там и другие есть товарищи либералы. Была логика в 2011 году. За любого кандидата, кроме единороссов. И тогда это, в общем-то, сработало. Тоже стало определенным катализатором. Сейчас, когда было явно видно, что с этой пенсионной реформой власти просчитались. И они проседают. Навалиться бы всем миром. Поработать на, вот, по такой логике. Не за коммуниста, пожалуйста. Не нравится коммунист, голосуйте за справедливого Роса. Были там какие-то независимые выдвиженцы. Не важно. Не важно. Вот эта вся логика, что это вся псевдооппозиция. Ну, давайте не будем упрощать ситуацию. Ну, слушайте, я хочу за Навального заступить. Навальный пробует для себя и для своих сторонников разные стратегии. Между прочим, это Сергей Удальцов. У него позиция не меняется. Сергей Удальцов, как до своей посадки выступал за максимальную активность на улицах. Так вы вышли и тоже сколько уже? Год или два тоже говорите. Протесты, уличные протесты. Протесты, власть боится. Чего власть боится? От болотной площади. Кто пострадал больше всего? Сергей Станиславович Удальцов, который сел на 4 года. То, что пострадал, это не значит, что теперь надо бояться и в кустах сидеть, и дрожать. Да нет, смысл-то нет. Ну, смысл есть. А что вы помните? Мы с вами в этой студии говорили. Нет, подождите. Я историю не знаю. Нет, ну, историю вы знаете. Так или иначе, я думаю, человек образованный. Все основные процессы смены власти, ну, по крайней мере, берем последние столетия, да, не берем там всякие дворцовые перевороты средневековые, всегда сопровождались улицы. И улица где-то была вообще доминирующая. Да, потом уже начинались всякие там кулуарные, элитные разборки, расколы. Это отдельный разговор. Улица всегда присутствует. Без улицы никогда не обходилось. Дворцовые перевороты я не верю. Поэтому отказываться от улицы мы опять возвращаемся, не будем долго этим заниматься. Без улицы не обойтись. Но вернемся к либералам. Вы посидеете, пока на современной российской улице что-то произойдет. Ничего, некоторые люди рано сидят. Я коротко стригусь, незаметно будет посидеть. Я по поводу либералов, и там ни один Навальный и другие могли бы подключиться. Здесь была бы хорошая логика взаимодействия. За любого, кроме единороссия. И мы бы вместе просадили единую Россию еще на порядок ниже. Почему этого не было сделано? Я считаю, это неправильно. Это была ошибка. Можно было здесь консолидироваться. Никто бы не был в убытке. Но уже тему эту проехали. Тем не менее, 9 сентября они получили плевок. Для них это огромная проблема. Смотрите, почему я говорю, что они в легкой панике. Что они сотворили... Плевок мы говорим про итоги выборов. Власти получили плевок. Протест тоже был серьезный. Но давайте все-таки не занижать. Июльские общероссийские акции. Там в Москве было как минимум несколько десятков тысяч на сахар. Реально. Кто-то про 100 говорил, это, конечно, завышение. Но несколько десятков было. По регионам, в каком-то там Туле, в Калуге выходили по несколько тысяч, по две, по три. Это для этих городов за последние годы самые крупные акции. В начале сентября тоже были крупные акции. Ну, когда уже стали слишком часто. Сейчас второе чтение. Все понятно. С такой интенсивностью еще люди пока не готовы выходить. Сейчас идет бессрочный протест. Мне тоже некоторые пишут. Давайте все на бессрочный протест. Ходить будем по улицам. Я, в принципе, не против. Молодежь проявляет инициативу. Но прекрасно понятно, что пока у общества готовности сколь-нибудь масса вот так каждый день куда-то ходить. Ну, пока нет. А Купай Абай 12-го года была такая практика. Слушайте. Она и то выдохлась через три недели. Ну, сейчас попытались как-то реанимировать что-то. Ну, вот, я про бессрочный протест говорю. Я всецело приветствую все формы деятельности. Так вот, вернемся по поводу этих выборов. Почему плевом? Приморье, Хакасия, ЛДПР, они как-то проще отдали. Это к вопросу, что не вся парламентская позиция одинаковая. Говорится, да, и что везде такая полная подконтрольность к Кремлю. Не везде. Степень... Она есть. Системная позиция не может быть полностью независимой. Это понятно. Но степень подконтрольности разная. ЛДПР... Вы работаете на системной оппозиции. Я вообще не состою ни в одной парламентской партии. Нет, у вас трудовой книжки нет. Вы поддерживали кандидата. Это, понимаешь, работаю. Я работаю, если так говорить, на переменах в стране. Вы работаете вместе с системной оппозицией. Работаю на себя, на своих детей, на свое будущее. Так, может, пафосно звучит, но это факт. Бок о бок с кандидатом от системной оппозиции, который подконтрольный Кремль. С трудовой книжкой у меня не лежит. Она ни в какой партии. Нет, ну давайте, подождите, давайте фиксируем. Поддерживайте два раза, Сергей. Давайте мы закончим. Нет, 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 подождите. По выбору. Это иначе пропадет. Я помню, не пропадет. Я поддерживаю КПРФ, потому что я в союзе с КПРФ. Системную оппозицию, которая подконтрольна Кремля. Синтез непарламентской оппозиции и парламентской вполне... То есть вы, в принципе, не против, когда такой легкий контроль Кремля? За нами нет контроля Кремля. За вами, за кем? За Сергеем Удальцовым? Алексей, ну вы же человек серьезный и прекрасно понимаете. Для расширения коалиции, для увеличения возможностей массовости протеста, возможностей информационных ресурсов депутатов, альянс парламентской оппозиции и не парламентской вполне приемлем. Во многих странах так происходит. Поэтому вместе с системной оппозицией можно чуть-чуть лечь под Кремля. Поэтому нет. Системную оппозицию надо подталкивать к тому, чтобы она становилась более радикальной. Этим мы и занимаемся. Но при этом не терять берега. Если вы говорите о КПР, как-то безуспешно, по-моему. Вот я с вами поспорил. Вот вернусь к этой теме. ЛДПР, два региона... Кумин не сидел месяц перед выборами. Хорошо. Но у вас как-то уж слишком это радикально сразу Кумина посадить на месяц. Всему свое время. Не будем зарекаться в нашей стране. Дай бог всем свободы и здоровья. Так вот, ЛДПР, два региона отдали в легкую. Без всяких там этих пожарников, срыва выборов и прочего, так сказать, беспредела. Это говорит о чем? Что не вся системная позиция одинаковая. ЛДПР, да, это вот сто процентов, это абсолютно вторая сторона медали. Единая Россия, ЛДПР. Даже сегодня... Мы возьмем, вспомним слова Навального. По версии Навального, ЛДПР, КПРФ, Единая Россия, это один черт. Нет, ну вот я здесь кардинально не согласен. И могу поспорить, и могу доказать, что... Ну, Жириновский, с ним мне все давно ясно. Я не хочу плохими словами ругаться. Про Жириновского ничего хорошего сказать не могу. А с Зюгановым не ясно, там интрига сохраняется. Нет, с Зюгановым, ну, во-первых, он мой единомышленник. Это уже важно, понимаете? Чуть-чуть под Кремлем. Идейная близость, нет, понимаете? Идейная близость, это важно. Все-таки единомыслие, понимание будущего. Сергей, вынужден у нас установить время. Сейчас мы продолжим. Продолжим, на самом интересном месте. Политика Сергея Удальцов в нашей студии, оставайтесь с нами. Все расскажете сейчас. Нет, сейчас мы при море коснемся, и плавно пенсионной реформы, что дальше делать, да? Анатолий Чипига. Все интереснее, интереснее. Ну, начало, конца-то чувствую, со всех сторон. Лучше, там уже сейчас Чипига будет разоблачен. Ну, прикольно, они фотографии нашли. Какой-то ребенок, совсем такой пухленький. Чипига. Слушали это интервью? Да? Ну, вот это вот, Баширова, Петрова, когда они к Симонину пришли. Еще не успел. Ну, послушай. Ну, это вот именно надо слушать. То есть, как бы, по фактуре-то вы знаете, я не сомневаюсь. А вот эти сами интонации, там же куча кладезь просто мемов, как мы поехали отрываться в Солсбери. Послушай. Нам, друзья, давно рекомендовали, мы хотели посмотреть на шпиль. Я видел ссылочку. Там такой шпиль. Ссылочки видел, да. Послушай. Поэтому, с точки зрения улиц, я могу сказать, сейчас это как, перед смертью не надышься. Мне же надзор сейчас хотят ввести. А вы сейчас объясните правильно надзор. Коротко, да. И потом я на улице долго не пойду. Не, могу пойти, но на год сразу можно заехать. Сейчас, сейчас, сейчас. Меня тем более коллеги попросили. Так что двойников готовы. Двойников. Ну, это хорошая тема, кстати. Пару двойников, и полиция будет в шоу. Двойников ваших? Ну, мне нельзя появиться с нами. А, а, вы будете провоцироваться. Не, на последней акции я появился, уже полиция, она ж заботу такую проявляет. Говорит, Сергей, вам нельзя на митинге? Говорит, как? Вам не все запрещено. То есть, они не то, что ждут, пока я приду, они просто даже превентивно. Говорит, мы вас не пустим на митинге, вам нельзя. Я говорю, пока еще в законную силу не вступил. Только после долгих споров пустили. А двойника, если послать, они его не пускают, он хоп поспит. Ну, двойник, слушайте, вы же не приходите на акцию, не молчите, не хлопайте там ресницами, правда? Надо подготовить двойника. А, надо просто диктофон, а этот будет, да. Ну, или просто проводить тренинги накануне. Речи. А что нет, звучит, кстати, так, достойно. Школа Сергея Удальцова. Почему бы нет? Как это образовательное учреждение у нас оформляется по закону? Ноу, ноу, Школа Сергея Удальцова. Тренинг, тренинги проводить. Не, ну, так, конечно, мы шутим, но тренинги. Не, у вас уже были тренинги. Почему бы нет? У вас уже были тренинги, вам не надо. Тренинги разные были. Не, у меня, кстати... Да у вас же тренинги в деле же, у вас было про тренинги? Про семинары? Да? Не, я там не участвовал в семинарах. Это Леониду прокриминировали, ну, и там другим. Я тренингов избежал. С Леонидом общаетесь? Да, постоянно. Да? Ну, он тоже под надзором. Не, просто, интересно, не разошлись? Нет, нет, нормально. У нас один плохой человек был. С Леонидом, ну... А он как-то, он же совсем это... Он ушел на дно, сгинул с пространством. Ну, его это перепахало, потому что история вся? Ну, я думаю, он просто опасается смотреть в глаза. Так вы не опасаетесь, а у вас дети. Хотя у него тоже есть? Не, ну, он опасается, я думаю, и нас тоже опасает. Не, мы мирные люди, но он-то, может, сомневается. Продолжаем. Софт про губернаторские выборы мы говорили, про регионы. Так вот, да, я хочу... И упреки с вашей стороны в адрес ЛДПР. ЛДПР, вот, там все ровно. Отдали им два региона, без проблем. Не отдали, а победили. Хорошо. С КПРФ также должны были победить. Там и Ищенков в Приморье, и Коловалов в Хакасии. Ну, Зимин просто в панике убежал. Но опять как убежал, чтобы сорвать выборы и перенести их. То есть, власти пошли там на самые грязные технологии. У меня вообще, вот, понимаете, наша власть, она, конечно, очень изощренно действует. Но этот их цинизм возмущает. То есть, они репрессии применяют, такие бархатные я их называю. Да, ну, на большие сроки редко сажают оппозиционеров. Я, правда, посидел немало, но это редкий случай. А так, административный арест, какой-нибудь надзор дать, условный срок выдавить из страны. То есть, я это называю условно бархатный турок. Теперь у нас появился новый термин. Гуманный грабеж. Вот, пенсионная реформа, это гуманный грабеж. То есть, ограбили примерно каждого на миллион. Вот, в чистом виде, за пять лет. Средняя пенсия 15 тысяч. Нет, и вас нет. В потенциале. Вот вы бы, если вышли, дай бог, к тому времени, когда нам на пенсии уже будет средняя зарплата, пенсия не 15 тысяч, значит, еще больше ограбили. За пять лет вы бы могли получить, ну, вот, по нынешней средней пенсии около миллиона. Не рассчитывайте на государство. Не надо на государство рассчитывать. Я другой концепции пределюсь. Государство должно защищать своих граждан и им помогать. Ну, у нас разные тут идейные подходы. Сейчас спорить не будем. Я за сильное социальное государство. Вам будет 65 лет. Вы будете сидеть у государства. Алексей, может, договорю, а то мы сейчас в сторону уйдем. Опять мы собьемся немножко. Так вот, я какую мысль хочу закончить. То есть, всех ограбили. Ну, гуманный грабеж почему? Тут же Владимир Владимирович выступил с речью и сказал, ну, нас, конечно, ограбим на миллион. Но два дня диспансеризации бесплатной. Значит, уголовная ответственность за увольнение предпенсионного возраста. И люди поверили. И вот эта вся сказка. То есть, такой гуманный... Это, мне знаете, гуманный грабеж напоминает. Вот нас на улице ограбили. Но грабителям 100 рублей последний остаток. Вот тебе на метро доезжают, чтобы ты не пропал, не замерз, так сказать. Да, доехал до дома. Сам карту тройку у тебя вынул, а там было 50 поездок. А сам вынул у тебя кошелек с миллионом евро, условно говоря. Вот это гуманный грабеж. И вот эти фальсификации у нас такие на выборах идут театрализованные. То есть, села Памфилова. Я к ней раньше лучше относился, если честно. Вот сейчас ее эти слезы. Вот вся эта ее... Ну, там не было у нас слез, если бы вы видео посмотрели. Ну, попытка пустить слезу была. Такой надрыв некий. Вы там не стояли. Я ее видел в эфире у Соловьева. Владимир, который, да. Он на нее так очень смотрел ехидно. И послушайте, нет. Чуть слег не сдерживает. Нет, просто если вы говорите про Памфилова, какие у вас к ней претензии? Сыщенко. Какие претензии к Памфилову? Претензии четкие. Понятно, она не от себя шагает, не от себя действует. Это все. Она, конечно, будет вам сто раз говорить, что она такая независимая. И никто не может ни на что указать. К какому региону и к итогам выборов? Приморья. Наглая, 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 абсолютно спецоперация украли победу у Ищенко. Встретимся в декабре. Ничего нельзя было отменять. Те участки, где вызвали этих пожарников, меня больше всего возмутила вот эта интонация Памфилы. Кто же вызвал пожарников? Она вопиет, задается вопросом. Кто же это был? Но не она же вызвала. Мы будем разбираться. Вот, наверное, вызвал Ищенко, который лидировал, уверенно, 98, вы помните, процентов с лишним было по счету. Там разница была 5 процентов или 6. Между ними. Вот он, наверное, вызвал пожарников, чтобы не победить на выборах. Ну, извините, до какого идиотизма? За руку никого не ловили. Секунду, секунду. Я вас уверяю, в данной ситуации это была специальная операция. Власть надеялась, что раз Путин поддержал Тарасенко, там все будет ровно. Когда они поняли в последний момент, что все у них выходит из-под контроля... Путин сам позвонил 0-1. Я не знаю, кто там кому позвонил, но созвон был по-любому. Вот эти сказки, что там такие самостоятельные приморские партизаны, значит, все это там сотворили по своей инициативе. Нет. Это был сигнал отсюда. Из Москвы, не знаю от кого лично, там из администрации президента по-любому. Срывайте выборы. Они срывают выборы, приезжают Памфилова и им подыгрывают. Вместо того, чтобы эти участки аннулировать, и побеждает Ищенко. Там 25 по закону, 25% должно быть недействительно всех голосов. Тогда можно выборы признавать недействительно. Она какую-то включает демагогию, что там был небольшой разрыв, ничего нам непонятно. Это кража. И сейчас Ищенко будут прессовать, чтобы он не выдвигался. Она уже делает заявление. Что он не имеет морального права. Да, извините, это какая наглость. А ты какое моральное право тогда имеешь, Памфилова? Уйди вообще в монастырь тогда, Элла Александровна. Она же не собирается туда уходить. По крайней мере, пока мы об этом не знаем. Мне стыдно. Мне вот стыдно за такие действия. И она как-то вообще в мои глаза сильно упала. Ладно. Теперь же про Приморий. Она несамостоятельная фигура. Просто Ищенко, судя по всему, будет спатью партнер Кожемяка. Олег сегодня был назначен Путином в Рио. Это ожидаемо. Ну, не именно Кожемяка. Это плохо? Ожидаемо, что будет новая фигура. Власть. Вот я и чего говорю-то. Приморий они отдали, не отдали коммунистам. А два региона отдали ЛДПР. Потому что коммунисты, какая бы ни была системная партия, они для власти потенциально очень опасны. Потому что там другая система ценностей, другая идеология. Бессонов, депутат, был на днях осужден. Там на три года он скрывается за рубежом. Вынужден был уехать. Это депутат Гузова. А то, что он якобы ударил полицейского. Опять же, ЛДПРовцев что-то не сажают тут за такие ситуации. Жириновский там приходит на митинги, творит беспредел. Его давно уже посадить надо было. Вот его бы я вот с удовольствием посадил, понимаете? Его никто не трогает. Поэтому, извините, все-таки из всех параллельских партий, для меня очевидно, КПРФ самая оппозиционная при всех издержках. Поэтому мы с ними в альянсе. И я думаю, что с течением времени КПРФ будет только усиливаться. Сергей, про Кожемяков. Кожемяков, не скажите, пожалуйста. Не-не-не, сейчас дойдем до Хакасии. Кожемяков это Кожемяков. Кожемяков это серьезный вызов для кандидата от Компартии в Приморье? Нет. Ну, понятно, что это другой человек. Другой человек. И у него будут преимущества. Тарасенко себя там дискредитировал у Кожемяков. Хотя он, опять же, ставленник власти. Он такой, он тяжелый вес. Ставленник власти, да. Не первый у него регион. Да. Не первый. Проблемы у него будут те же. И привязка к власти, к оппозиционной реформе. Хотите или нет, это будет накладывать отпечаток. Но сейчас будут КПРФ выкручивать руки. Но Приморье уже коммунисты, как вы считаете, уже можно говорить, что коммунисты отдают Приморье? Нет. Коммунисты будут бороться. Но они же творят беспредел. Они, Ищенко, сейчас будут, может, через фильтр не пускать, запугивать, принуждать. Может быть, кого-то выдвинуть другого. То есть, они будут делать все, чтобы правдами и неправдами Приморье оставить за собой. А в командировке будете ездить? В Хакасии. Сейчас скажу. Подожди, ну чтобы не мотаться там по карте. В Приморье поедете, братья? В Хакасии тоже не так далеко. Сибирь, коротко. Хакасия. Невозможно работать. Вы дослушайте. Хакасия, ведь там тоже грязная технология. Там Коновалов, отличный парень молодой, 30 лет или 31. Вот такой, прям красавчик. Слишком молодой. Ничего страшного. У нас в Калининграде еще там 20, Алихану 29, по-моему, было, когда его назначили, 28. Нормально. 30 лет это уже нормальный возраст. Но это, что делает Зимин? Опять же, явно ему подсказали. Последний момент, чтобы сорвать, на две недели отложить, снимается. Сейчас там справедливо рос. И как бы опять начинает сказать. Ну, я думаю, Хакасию КПРФ все-таки заберет. Это к чему речь? Власть, власть. Она только изображает, что она как бы за открытый выбор. Это чистая вода демократия. Если она где-то не хочет отдавать конкурентам, она будет идти на самые грязные технологии. На самые. Вот Шевченко Максим у нас шел во Владимирской области. Если бы он не был снят через муниципальный фильтр, он бы не прошел его. Потому что Орлова понимала, что она ему со свистом проиграет в первом туре. Этот Сипягин, если я правильно фамилию помню, это вообще был технический кандидат. Он не вел, я с людьми-то общался с Владимиром, у нас есть там товарищи КПРФ, наш Левый фронт. Не вел никакой кампании. Но я почему говорю, что Единая Россия сильно проседает? Ведь люди сейчас идут голосовать по принципу, лишь бы не за Единую Россию. Да, там ЛДПР, понятно, это не идеальный кандидат. Но если других нет, лучше за них, но не за Единую Россию. Вот до чего они дошли с этой своей, в первую очередь, пенсионной реформы. Поэтому, когда я говорю про начало конца, я думаю, не сильно преувеличиваю. И дальнейшие наши действия, да, второе чтение прошло, но мы не будем останавливаться. Совет Федерации, выходим протестанты. Очень эффективно. В ноябре. А потом к администрации президента пойдете, а там вас задержат. В администрации, ну, Алексей, пойдемте вместе, вы меня прикроете. И зрителей Москвы, к сожалению, мы должны будут с вами расстаться на один месяц. Спокойно, спокойно. Очень эффективно. Мы будем действовать аккуратно. Бить это больно, но аккуратно. И ходить на митинги так же. Бить будете? Нет, ну, это из фильма, из классики, да, из «Бриллиантовой руки», по-моему, я правильно процитировал. Не суть. В ноябре новая общероссийская акция. Будем так же... Против. Основа вот эта антисоциальная политика. Мы не остановим. Уже приму, уже постыше Путин. Отменить, отменить, референдум провести. Потому что уже по-другому закону пенсии начнут выплачивать, а вы будете людей все звать? Я вас уверяю. Это наше население, наш народ задело очень сильно. И то, что они сейчас протащили, на этом не закончится. И я всем говорю, мы будем продолжать. Мы будем продолжать. И рано или поздно мы эту реформу отменим. Вот я могу сказать однозначно. Если левые силы придут к власти, вернется старый пенсионный воздух. Левые силы где придут? В регионы? Здесь, в России. В России. Ну хотя бы в регионы. В регионы не могут отменить федеральный закон. Они могут только компенсировать, как Кумин говорил. Найдем средства из городского бюджета, чтобы... Не будем развивать общественный транспорт, будем пенсионерам деньги раздавать. Это уже ваша фантазия, он так не говорил. По поводу моих поездок. Мне... Командировки, да. Мне, к сожалению, к счастью для власти, к сожалению для меня, пока эта тема еще не закрыта, я обжалую в апелляционном порядке, суд еще не закончился. Но мне первая инстанция вынесла административный надзор, установила. Вот за последний арест. Это же дикий закон совершенно, административный надзор. Я почему говорю бархатный террор? Вот человек отсидел срок, например, в моем случае, по политической статье, полностью освободился, недосрочно. Вроде бы все. Дайте ему жить спокойно. Нет. Пока судимость не погашена, в моем случае, это 6 лет, ты ходишь, как вот полезли у бритвы, да, по тонкому льду. Малейшее правонарушение. Вот мне этот надзор почему установили? За год дважды на меня составлялся протокол за всякую извините ерунду. 28 июля портретик там, значит, помяли, там, порвали, кто-то сжег портретик. Ну, вы жгли его, ну, слушайте. Я его лично не жег. Ну, я умоляю вас, я видел эти кадры. Я вас не умоляю, я говорю, что люди имеют право, это вообще, в общем, мировая практика. Сжигать портреты. Ну, хорошо. Бумажка. Вы воспользовались мировой практикой. Не лично же сожгли президента. Лично-то не сожгли, я понимаю, лично-то еще бумажку сожгли, это же абсурд. То есть, вам нельзя сейчас выезжать за пределы Москвы? Но самое смешное, они меня в чем обвинили? Не то, что сожгли бумажку, а что пока шел сбор на митинг, там какое-то состоялось мероприятие, якобы не согласован. Я впервые за более чем 10 лет активно 15 участников в массовых акциях с таким сталкиваюсь. Когда всегда сбор на митинг, это уже активная фаза. Люди что-то уже выступают, там разворачивают транспаранты. Им нужен был повод власти. Рост протеста налицо, значит, надо отдельных людей убирать. И теперь этот надзор хотели на 5 лет установить. Еле-еле в первой инстанции 2 года отбили. 3 года запрещено мне, ну если вступит в силу во второй инстанции, скоро суд состоится. Запрещено любые публичные мероприятия посещать. Придется готовить двойников, видимо, которые будут ходить, но под другими именами там выступают. Или дистанционно, как Меланшон во Франции. Голограмма, он там где-то в одном месте. Очень удобно. Тем более в зимнее время. В темное время суток можно, да, денег каких-то стоит. Сергей, 10 секунд, а на выборы вы можете сейчас выставить свою кандидатуру? Нет, до 21-го. До 21-го. Какого 21-го? Даже губернаторские. После освобождения 18 лет, я уже считал. Никуда не могу. Судимость, и в том числе 10 лет. Время вышло, спасибо большое. Политика Сергея Удальцова был нашим гостем. Счастливо. Продолжение следует.